Всем привет! Сегодня рассмотрим как устанавливать Linux Mint CINAMON 19.3 Первым этапом найдем сайт и скачаем оттуда образ. Для этого в поисковой строке любого броузера вот заведем словечко Linux Mint перейдем на главную страничку на главной страничке в отделе загрузок перейдем непосредственно вот сюда и тут видно CINAMON Mate X6 Я выбираю CINAMON 64 бита это наиболее мой любимый рабочий стол Скачать можно по торренту а можно скачать по Яндексу это наиболее такая известная российская команда вот пожалуйста значит путь куда все это дело указано и пошло скачивание нажимаете на загрузить ну сейчас немножко подождем и значит дождемся окончания загрузки и так загрузка закончена проверим этот файлик вот я открою виртуальную коробочку зайдем вот сюда установки сторич у меня тут все подготовлено десктоп новая папочка вот откроем ее еще раз немножечко я посмотрю вот здесь вот вот так сделаем здесь все устраивает да загрузим вот появляется стандартное менюшка Linux Mint Sonamon тут вот количество секунд которое осталось до загрузки и пошла загрузка официального изообраза дистрибутива Linux Mint Sonamon 19.3 вот грузится он не сильно быстро но здесь приходится подождать тем не менее видно что дистрибутив грузится грузится скажем так нормально вот он загрузился если изообраз у вас загружается значит он может быть записан на флешку нажимаем на ok закрываем виртуальную коробочку и программы Rufus значит вот она скачать можете ее она бесплатная всегда в общем доступе лежит в любом поисковике заведете Rufus вот нажимаете на выбрать образ идете на десктоп вот открываете образ образ теперь будьте внимательны я точно знаю что буду ставить этот образ на жесткий диск с таблицей разделов MBA ну по русски MBR называют еще ее MS-DOS если у вас GPT ну так вам надо выставить будет и GPT вот здесь но я точно знаю что буду ставить на MBA поэтому у меня вот здесь все будет вот так указано нажимаете на старт и записываете образ на флешку в следующей части значит урока я вам расскажу как с флешки установить Linux MinCinamon на жесткий диск вашего компьютера всем привет сегодня рассмотрим установку с флешки операционной системы Linux MinCinamon 19.3 на жесткий диск компьютера вот у меня имеется старенький жесткий диск с таблицей разделов MS-DOS вот она ну я вот на всякий случай сейчас еще раз пану ее вот пересоздам то есть я не пытался переделывать ее в GPT поскольку была на нем MS-DOS но вот я MS-DOS и оставляю значит ну что значит первое дело значит выставлю оперативную память у меня она имеется 8 гигабайт вот я 8 гигабайт умножаю на 1024 и получаю 8192 вот я копирую правой кнопкой мышки вот здесь кликаю создать новую и вот здесь вместо вот этих цифер вставляю вставляю и отмечаю что это SWOP то есть оперативная память вот Linux SWOP пошли дальше следующее по списку значит у меня корневой раздел обычно я ставлю на него 30 гигабайт сейчас я его полностью сброшу вот 30 гигабайт умножить на 1024 вот 3720 мне нужно выставить второй раздел делаю вот новый и здесь вот вставляю это число 3720 нажимаю на добавить и следующий раздел у меня по счету идет 100 гигабайт я умножаю на 1024 и получаю вот 102 400 вот 102 400 я ставлю вот здесь и получаем вот такую штучку больше трех разделов на диске с таблицей разделов MS-DOS не ставится поэтому вот остальное все это дело я просто беру и помечаю как расширенный вот такая простейшая разметка диска с нуля объясню под корневой раздел по опыту за все это время которое я занимаюсь линуксами у меня у меня корневой раздел никогда не занимал больше там 10-15 гигабайт я ставлю 30 скажем так с двойной надежностью домашний раздел значит практически я всегда делаю для меня достаточно 100 гигабайт вы можете поставить себе и 200 и 500 там сколько вам нравится зависит от как говорится ваших предпочтений и размеров вашего жесткого диска вот ну нажимая здесь вот волшебную кнопочку применить и пошла значит уже разметка диска как видите я даже загрузочный раздел здесь не делаю ну потому что практически это и не нужно вот такие вот такая вот конфигурация значит у меня получилась а дальше я там могу второй и третий линукс оставить это уже зависит от меня вот ну в принципе вот так вот выглядит все это дело затем значит нажимаю на кнопочку установить linux mint install linux mint выбираю значит язык вот русский язык я часто пользуюсь английской клавиатурой поэтому я выставляю себе английскую клавиатуру нажимаю на кнопочку продолжить а вы можете оставить себе русскую как вам нравится можете поставить американскую или любую другую здесь отмечаю установить там все необходимое программное обеспечение нажимаю на кнопочку продолжить здесь вот отмечаю другой вариант нажимаю на продолжить ну что вот первый диск у нас идет раздел swap он как видите тут не требует никаких там особых треволнений значит вот корневой диск значит корневой раздел extension 4 форматировать как корневой раздел а этот раздел мы значит пометим как домашний раздел тоже отметим extension 4 форматировать и пометим как домашний раздел вот практически все разделы для установки отмечены ну и приступим к установке ну здесь я выбираю свое местоположение значит вы можете выбрать любое какой вам нравится если вы живете там в поселке или в селе выбираете какой-нибудь крупный город неподалеку от вас и вот здесь вот английскими буквами впечатаете его название нажимаете enter поищите его найдете нажимаю продолжить традиционно я значит имя пользователя завожу на английском языке это у меня как правило всегда значит юзер что по-английски обозначает пользователь здесь я завожу обычно единичку самый короткий пароль а потом уже когда все настрою я его могу поменять на пароль какой угодно как говорится длины для удобства настройки установленной системы лучше использовать очень короткие пароли продолжить ну и когда установка закончится значит я уже перезаглажусь и уже с жесткого диска буду показывать дальнейшие настройки операционной системы и так выскочила табличка что установка завершена сейчас я просто посмотрю сколько тут у меня и чего получилось на жестком диске а затем я значит перезагружусь и уже будем как говорится производить дальнейшую настройку Linux Mint Cynomon непосредственно находясь на жестком диске ну вот видно что там 6 небольшим гигабайт занял корневой раздел из 30 то есть запас прочности очень приличный 2 гигабайта там на домашнем разделе вот ну нормально все так что я сейчас перезагружаюсь и будем уже делать дальнейшую настройку находясь на жестком диске компьютера и так я загрузился с жесткого диска установил программу для записи с экрана simple screen recorder вот посмотрите что получается проверяем уровень громкости записи микрофона как видите вот какой-то двойной экран это что-то для меня скажем так новенькое ну давайте будем с этим делом разбираться я пойду вот сюда в аплеты я посмотрю есть что-нибудь такое подходящее чтобы посмотреть что с экрана пока не вижу вот что-то такое есть ну давайте вот сюда его нажмем так настройка ну у меня показывает два экрана ну а зачем мне два экрана когда у меня он только один один из них у меня имеется VGA другой HDMI и какой из них как говорится выбрать ну давайте вот определить экраны нажмем он не хочет их находить ну давайте один отключим мы нажмем применить ну теперь попробуем значит сделать снова небольшой кусочек записи и посмотрим что получится итак это скажем так что-то новенькое самоделкины придумали на Linux Mint и скажем так далеко не сама не самое лучшее как почему там из каких соображений значит они исходили я значит пока ума не приложу ну давайте так займемся обычными настройками первое я всегда люблю передвигать панель наверх вот я ее передвигаю наверх настройки панели так ну что ну давайте высоту немножко сделаем побольше и размеры иконок несколько побольше так ну что как как всегда значит давайте посмотрим что у нас тут будет происходить с обновлениями вот пойдем сюда нажмем окей да заведем парольчик у меня вот здесь единичка ну вот первое значит основное зеркало предлагает американское зачем мне американское когда я вот так вот нажму на него и вот появляется самое быстрое зеркало и самым быстрым зеркалом у меня естественно является английское зеркало ну я его и применю здесь здесь также выберу самое быстрое зеркало вот это и его применю нажму на окей и пусть он значит обновляет все скажем так необходимые файлы ну вроде бы как сделал так это репозитории дополнительные репозитории ключи обслуживание и прочее ну пока закроем вот применить обновление ну давайте применим обновление снова заведем пароль единичку зачем было делать два экрана ума не приложу ну ладно ну вот тут куча всяких ну установим чего что делать то нажмем окей снова пароль заведем так единичка ну и пускай он там себе все это дело и скажем так устанавливает мы значит давайте посмотрим что я обычно люблю ставить я люблю ставить экранную клавиатуру называется она он борт вот мы сюда словечко он борт и заведем клавиатура клавиатура уже установлена ну и прекрасно вот что мы можем сделать прямо отсюда запустить этот файлик вот вот я запустил а теперь я настрою его скажем так по своим предпочтениям значит ну первое отмечаю запускать всегда свернутым и показывать плавающий значок на панели с окнами я обычно ничего не делаю раскладку я делаю вот полную и тему мне почему-то как-то понравилась вот эта тема вот я ее использую если я сейчас закрою значит значок он борт вот он у меня будет здесь плавающим вот он но при следующей загрузке он еще не появится для этого нужно пойти вот сюда в настройки зайти вот в автозагрузку нажать здесь вот этот плюсик и выбрать приложение и вот уже среди списка вот этих приложений вот я его выбираю нажимаю добавить в автозапуск и теперь он у меня есть в автозапуске ну и второе значит что я люблю значит из приложений сейчас вот мы его заведем наберем это значит очень удобная панелька дополнительная называется она планк вот вот она высветилась вот мы ее сейчас установим ее продолжить единичку заведем и пусть она тут себе как говорится устанавливается процесс обновления тем временем вот он у нас идет своим ходом ну и пусть как говорится идет планк это очень удобная панелька ее можно расположить снизу сверху там слева справа можно сделать ее скрытой и только при наведении курсора значит на то место где она обычно расположена она будет всплывать все зависит как говорится от вашего вкуса и ваших предпочтений вот это две самые скажем так необходимые программы которые я обычно устанавливаю поставил я значит программу для записи с экрана вот она значит называется она simple screen recorder тоже хорошая программу при помощи ее можно сделать записи с экрана ну пока идет установка планка значит я немного подожду потому что тут идет конкуренция между установкой планка и обновлениями так что здесь нужно будет просто подождать итак установка при обновлении завершена я сейчас закрываю этот значок теперь давайте посмотрим что тут у нас с планком происходит планка у нас остановился ну давайте его и запустим итак планка запустил ну и его же сразу мы добавим в автозапуск чтобы он у меня уже при следующем запуске автоматически запускался вот практически здесь я все самое необходимое сделал здесь значит можно выбрать темы темы значит я выбираю обычно мне почему-то нравится аджвайта почему не знаю здесь я выберу вот тему ценамон вот скажем так меня это устраивает какие еще дальше я делаю настройки ну на рабочем столе я люблю чтобы была корзинка вот пусть она там и будет так отображать значки с отсутствующих мониторов а мне это не надо у меня только один монитор так экранная заставка у меня компьютер стационарный поэтому у меня она мне никогда не нужна поэтому я ее отключаю клавиатура штучка важная поэтому смотрите переходите на раскладку а здесь только один язык значит мне нужно добавить еще русский язык вот здесь я сейчас поищу русский язык вот русский добавить и вот сразу появился значок переключения раскладки клавиатуры английский и русский вот меня это очень скажем так устраивает еще вот в параметрах я выставлю такими клавишами переключать значит вот переключение раскладок я часто самое часто выбираю alt shift вы можете выбрать любой другой который вам нравится их тут вот масса выборов как вам нравится так ну что еще управление питанием поскольку у меня компьютер стационарный то мне практически я делаю вот таким образом значит никогда не отключать питание а то бывает там что-нибудь такое вы смотрите через там 15-20 минут экран отключается у меня не лаптоп у меня обычный как говорится настольный компьютер поэтому мне особенно больше ничего такого не надо диспетчер драйверов ну давайте посмотрим что тут у нас предлагается на выбор вот единичку я набрал идет обновление а ничего никаких предложений нет ну никаких нет предложений значит и не буду я их мучить значит это вот основные такие элементы которые я настраиваю вот здесь вот и значок вот этот я значит закреплю на планке перенесу его сюда значок программы для записи с экрана я тоже закреплю пока здесь значит я всегда могу смотреть вот у меня запись идет все нормально теперь я закрываю значит настройки программы допустим почтовой программы я не пользуюсь я ее открепляю это я тоже не пользуюсь это я тоже не пользуюсь да и этой тоже не пользуюсь значок установки программ я оставляю закрепляю просмотр изображения надо быть мне я среди менюшки его найду вот пока у меня здесь стоят самые ходовые программки которые которыми я пользуюсь ну теперь давайте поставим мою любимую программу в которой у меня как говорится находятся там все мои команды и так далее значит она называется чай3 вот вот я ее сюда и заведу вот программа чай3 я ее устанавливаю нажимаю на кнопочку продолжить завяжу пароль единичка и пусть она устанавливается ставится ставится она недолго скажем так ну программа хорошая потому что при помощи этой программы у вас будет доступ скажем так ко всем моим наработкам вот я сейчас для начала запущу и вот здесь вот я ее на панельке планк вот закреплю проверяем видите вот пока для программы чередри этого достаточно теперь мы будем значит подключать интернет и при помощи интернета значит скачивать файлик команды и видео которым вы сможете пользоваться для этого пойдем значит в интернет тут только один броузер да глянем аудио и видео интернет да только один броузер скажем так мелковато жадновато ну ладно давайте пойдем сюда и вот здесь значит напечатаем следующее видео линукс романов инфа это мой основной сайт поэтому значит я здесь вот закреплю ее эту вкладочку только здесь вместо длиннющей значит вот этой вот штуки я напечатаю что это мой скажем так первый сайт а в закладочки я помещу их на панель закладок вот он будет здесь сидеть нажму готова были у меня проблемы значит с моим сайтом вернее с домином никак и не мог проплатить не принимала россия мою английскую карточку виза поэтому мне пришлось сделать второй сайт английский он не точная копия но на нем все тоже самое значит помог мне очень здорово с этим делом ира клей а вот второй сайт значит и этот второй сайт я опять таки допустим для себя я добавлю на панель закладок вот на панель закладок а вы можете свои сайты там ставить что вам нравится вот у меня уже искать два моих основных сайта здесь расположены и теперь вот допустим с этого местечка так вот файли команды и видео я могу спокойно скачать значит мало того что я могу его скачать одновременно я тут же могу значит скачать еще и саму программу омега синг вот смотрите я нажимаю на скачать он почему-то просит и требует регистрации хотя на самом деле скачивание идет и вот я где хочу его сохранить вот я нажимаю сохранить и он загрузках начать его будет сохранять а здесь вот я нажму на приложение вот настольные приложения здесь я выберу значит linux mint вот 19 и скачаю для него программу мега синг вот у меня значит здесь идет скачивание мега синг уже скачался вот и и мы сейчас практически себе и поставим а файли команды видео я скачал на всякий случай вот теперь смотрите я нажимаю на кнопочку до двойной клик по иконке омега синг и тут он должен предложить вот установить установить так установит пускай кто же против я не против продолжить пароль да пожалуйста единичку ему сюда заведем и вошла установка облачного хранилища на 50 гигабайт из новой зеландии очень большой размер я им пользуется уже там лет пять по моему вот хорошее облачное хранилище вот появилась зеленое значит сообщение что значит что уже все установлено ну переустанавливать я не буду нажму вот так теперь давайте посмотрим как происходит запуска мега синг значит вот здесь вот идете в интернет вот мега синг нажимаете на него он вам просит значит если вы зарегистрированы нажимаете войти в эти свои пароли если нет то вот регистрируетесь и получаете 50 гигабайт облачного хранилища это довольно таки много и лично вот мне сколько лет я уже не пользуюсь у меня там куча информации у меня еще там гигабайт там 20 по моему свободно хотя имеется там три или четыре изообраза для с операционными системами вот хорошее хорошее хранилище так что всем могу рекомендовать дальше значит поскольку я значит мегу пока при вас свои пароли там не заводил и ничего значит я сейчас вот что сделаю вот этот вот файлик команды и видео я попытаюсь запустить вот видите я его запустил что обычно я делаю правка параметры вот здесь я выбираю ссылки и меняю цвет ссылок на желтый нажимаю на окей вот теперь посмотрите синяя на темно-синим смотрится не очень да я теперь перезагружаю систему программу черри 3 вот я ее снова запускаю посмотрите как красиво теперь все выглядит то есть желтая на синем фоне смотрится очень и очень скажем так при лично второй по частоте программе программу которую я ставлю это значит установка конки менеджер у многих она вызывает значит затруднения и вот эта вот программа значит ну что значит ну есть тут парочка таких скажем нюансов ну давайте вот написано mint 19 вот первую команду я беру вот так копирую и вставляю в терминал нажимаю enter пароль единичка ну и скажем так установка пошла значит то есть первая команда скажем так прошла теперь давайте пойдем на на вторую вот берем все это дело копируем вставляем вот сюда нажимаем enter enter и он начинает выполнять вторую команду нажимаем enter соглашаемся ну вроде бы пишет что все проскочило идем сюда вот он он конки менеджер и вот первый раз чтобы там необходимые папочки появились я нажимаю вот так вот объясню почему значит я пока его вот здесь вот тоже закреплю что мы еще можем сразу сделать да пока ладно терминал терминал я тоже люблю оставлять вот здесь вот внизу вот здесь ну вот теперь значит необходимо нам скачать вот такую штучку идем идем вот сюда идем на мой сайт ищем вот сюда идем на мой сайт ищем и из него скачиваем коночки у меня значит ну вот вот эти можно правой кнопкой скачать скачать сохранить он абсолютно крохотулечный поэтому вот идем открываем его в папочке что нам с ним нужно будет сделать взять скопировать идем сюда здесь я делаю вид вот и показывать скрытые файлы вот скрытые файлы и теперь здесь я ищу конки вот конки и сюда я вставляю вот этот файлик вот он теперь значит можно файловый менеджер свернуть этот можно закрыть открываем программу конки менеджер и переходим вместо этого вот сюда то есть вот у нас теперь скажем так приборная доска linux mint цинамона показывает что как и почему вот меня это дело все в принципе устраивает ну вот какие-то небольшие тут рамочки видно еще вот давайте посмотрим во первых можно сделать центровку вот у меня по нижнему краю меня это устраивает а вот прозрачность а вот не совсем вот если я сейчас сделаю вот так вот вот и применить то теперь уже как бы там обои не менялись а у меня по идее все это будет нормальным если бы каким-то поводом у вас все-таки будут где-то видны края можете перейти вот пожалуйста на транспарант применить и значит у вас вот выбрать цвет цвет и у вас будут нормальные края сливающиеся с вашими скажем так обоями ну и немаловажно вот видите здесь никаких цифрок нет вот мы переходим на network и вот здесь мы напечатаем значит простую команду команда так звучит ай дабылью конфиг кон фиг нажали вот у нас адрес нашей сети вот я так беру его копируем теперь я вместо вот этого адреса его вставляю вот сюда и нажимаем на применить и вот видите уже циферки побежали а если циферки побежали то это означает что что значит интернет показывает правильно поэтому я здесь могу закрыть и еще одну настройку в сеттингах вот чтобы у меня коночки запускались автоматически на этом настройку коночек я вот заканчиваю теперь я могу уже свободно открепить поскольку уже мне конки менеджер не нужен от планка при повторном запуске у меня все это дело будет скажем так показывать вот скажем так это одна программа которая вызывает у пользователей скажем так определенные трудности вторая программа для создания из образов которыми можно поделиться с друзьями так сейчас еще одна программа которую можно поделиться с друзьями это программа для создания изообразов программа систем баг так ну что давайте попробуем на 19.2 она работала будет работать на 19.3 или нет я пока не уверен поэтому вот скопируем ее заведем в терминал нажмем здесь enter пишет необходимо запускать с правами администрации ну что ж с правами так с правами напишем суда супер юзер супер пользователь заведем пароль и снова попробуем вставить эту программу так репозитория она завела теперь заведем ключ 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 будет у нас вот здесь ну и третьим этапом что у нас тут будет обновить 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 ну и пока суть для дела значит вот апт install system баг так вот давайте попробуем эту команду и завести терминал вставим нажмем установку согласимся и пусть она ее себе там устанавливает устанавливает ну пишет что вроде бы как установила но все легко проверяется значит обычно она находится вот здесь вот она запустим запустим ее пароль здесь единичка и я ее здесь обычно всегда закрепляю вот и передвигаю рядышком вот сюда идем значит настройки здесь я обычно делаю так она даже мне не предлагает пользовательского интерфейса да собственно говоря мне на английском нормально все так вот здесь отмечаю галочками вот два этих пункта создавать изообраз автоматически и плюс использовать хорошую компрессию для этого дела значит иду обратно я назад здесь у меня все в порядке могу даже создать там первый снимочек системы на которую у меня установлено всего лишь несколько программ значит программа систембакс создает резервные копии так называемые бокапы двух типов первый это скажем так мощный со всеми настройками и так далее но его на флешку записать нельзя а вот у них есть вот такая штучка вот 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 этой штучки я как раз и не вижу она куда-то исчезла а а вот какие чудеса происходят ну-ка 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 а это что-то совсем новенькое так это про списание установки ох какие чудеса так ладненько давайте-ка мы попробуем выдернуть то что нам нужно вот отсюда да вот попробуем попробуем установить-ка вот эту вот штучку сюда get install leaf boot копируем ну и давайте попробуем ее сюда вставить вот тут она думает получает необходимые детали из интернета сделано и теперь давайте на всякий случай я удалю вот это она обычно всегда бывает лишнее ударим каспер сделала сделала ну а а теперь попробуем по новой запустить по новой попробуем запустить программу SystemBug и вот теперь появилась видите кнопочка leave system create создание живого изообраза то есть создание образа настроенной операционной системы то есть создание дополнительно значит вот к этим параметрам нам нужно было значит вот добавить еще вот эти две команды поэтому вот запомните их хорошенько я думаю что они вам пригодятся а сама по себе программа SystemBug она очень хорошая помогает создавать надежные образы операционной системы значит вот теперь она уже создает нормальные изообразы а обычный образ мы можем создать вот пожалуйста стоило мне только нажать на кнопочку и пошло создание значит резервной создание резервной копии вот значит вот наиболее вот эти вот две программы они скажем так наиболее вызывают у пользователей затруднения поэтому вот по SystemBug для Mint Цинамон 19.3 значит следует пользоваться я сейчас попробую даже дополнительно вот эти две команды вот подвести их сюда скопирую и помещу их вот сюда то есть вот так вот это дело будет скоро у вас выглядеть на вишенке то есть порядок установки SystemBug на Linux Mint значит Цинамон я вот теперь уже могу написать и 19.3 вот будет оно выглядеть вот таким вот образом то есть то есть репозиторий ключ апгрейд апдейт обновление установка SystemBug и затем значит установка LeafBoot и значит удаление Каспера вот это скажем так вот вот такие вот этапы значит для установки вот этой вот программы потому что большинство остальных программ устанавливается значит на Linux Mint санамон несложно и удаляется также несложно вот посмотрите я никогда не пользуюсь почтовой программы пусть меня так сказать не винят за нее разработчики но я никогда не пользуюсь почтовой программы Сандробет вот я на нее встал но не нужна она мне правой кнопкой мышки посмотрите как легко вот удалить пароль да пароль завели аутентифицировать она там подумает подумает и эту почтовую программу значит меня удалит и она мне как говорится глаза больше мозолить скажем так не будет вот вот предлагает значит да я нажимаю окей и пускай уже полностью удаляет этот пакет ну не нужен а если он вам нужен ну естественно вы его не удаляете я просто вам показал как легко удаляются значит вот от программы вот вот таким вот образом значит здесь опять таки скорее всего идет какая-то конкуренция хотя нет создание делаю дает создание она обычно удаляет моментально поскольку значит работает программа создания резервных копий здесь несколько помедленнее но подождем ничего страшного я вам показываю просто пока принципы установки наиболее скажем так привередливых программ или программ которые требуют некоторых нюансов при их скажем так установке вот сейчас вот создадим образ затем пойдем значит сюда и здесь мы будем искать так нам нужно будет поискать мой любимый броузер который я всегда ставлю который очень хорошо синхронизируется вот google chrome вот пожалуйста идете на google chrome тут вот на русском языке его можно скачать насколько я понимаю что-то тут хитрое ну давайте пойдем сюда вот кнопочка появляется скачать я нажимаю значит вот кнопочка появляется скачать загрузить тут вот для дебянова бунт и так далее соглашаюсь сохранить и я его беру и скачиваю вот он видно как качается а вот он уже и скачался открываем это я уже могу закрыть вкладки а вот google chrome я устанавливаю напишу установить пакет тут создание резионной копии заканчивается мы нажмем установить она будет конкурировать с систембаком придется немножко подождать ну ладно ну прежних версиях когда работала программа установки дебяновских файлов и систембак так выскакивало ускакивало окошко что не может программа работать приходилось закрывать одну из программ ну дождемся когда закончится значит создание резервной копии удалиться удалиться с underbird и поставим броузер google chrome вот создание резервной копии практически закончена все вот здесь видно что значит там 22 февраля 2020 года в 10 26 утра значит от резервной копии значит была создана ну закрываю я пока программу систембак сейчас вот этот программа удалит с underbird корректно и вот пошла установка броузера google chrome я показываю что здесь для любителей google chrome как скачать почему потому что ну ну опять таки авторское предпочтение то есть мне этот броузер скажем так нравится я с ним работаю многие годы и нареканий у меня он не вызывал вот смотрите я значит запускаю google chrome вот он он здесь я его сразу закрепляю нажимаю нажимаю на окей ну тут пишет настройки там для себя там ля ля тапа ля я значит вам покажу какие я обычно ставлю на chrome расширения которые избавляют вас скажем так от ненужной рекламы рекламы и заодно значит покажу вот опять таки как делать перенастройку ну допустим смотрите я открыл mozilla и вот намазили значит вот мой сайт первый вот я просто беру ссылочку копирую иду сюда и ее вставляю вот сайт есть значит его опять таки нужно положить закладочки закладочки какая вот панель закладок стоит единственное я значит поставлю свои инициалы циферку 1 и закреплю его на панели а не виден он на панели то ай-яй-яй ничего теперь откроем другой сайт ставим ссылочку вот сюда опять таки закрепим его на панели ну напишем уже что это мой второй сайт это скажем так мой запасной сайт а теперь идем в настройки и вот здесь я значит указываю показывать кнопку главных страниц всегда показывать панель закладок конечно показывать размер глазки у меня уже не очень хороший я выбираю 125 веб адрес или так сказать откуда постоянно все будет грузиться ну я нажму наберу вот так google google . google . google uk вы у себя можете набрать google.ru особой разницы я не вижу поисковая система вот ранее открытые вкладки вот это я делаю всегда и теперь я могу нажать на кнопочку вот пожалуйста значит здесь уже можно будет там прочитать сейчас там сделать им что вы принимаете все их условия войти завести свои там пароли и так далее значит что еще я обычно делаю приложение интернет магазин вот здесь я выбираю всегда вот такое ад блок выбираю обычно вот этот для трубы вот выбираю вот этот этот неплохой и у него посмотрите сколько установок вот нажимаю установить установить и вся та ненужная реклама которую вы как говорится там на трубе будете вынуждены смотреть вам здесь этого уже не нужно это вот скажем так очень такое полезное расширение его могу рекомендовать практически многим пользователям потому что ну порой люди уже устают устают от рекламы и сыты ею по горло вот все другие расширения покопайтесь сами вот в этом магазинчике интернет магазин поищите там по категориям попробуйте там поползайте посмотрите вот кстати хорошее расширение увеличение громкости его я тоже частенько устанавливаю вот сейчас покажу как оно работает вот там что-нибудь вы делаете вам нужна громкость и вот когда посмотрите ролик какой-нибудь а вы можете и на 400 слушать то есть ну такая хорошая полезняшка вот вот здесь опять появляется сообщение что вы сюда можете войти со всеми своими закладками и так далее ну заводите пароли как говорится и пользуйтесь на здоровье что мы сейчас поищем мы сейчас поищем скачаем вот здесь вот такую штучку вот я тут напишу virtual box это нам пригодится для вот сообщение перевести эту страницу для меня это не нужно если вам это нужно значит нажмете на кнопочку перевести а мне значит я пишу никогда не переводить английский но это уже скажем так моя особенность вот так вот extension pack поддерживаем все поддерживаем платформы это я здесь нажимаю затем значит перехожу на линукс ну давайте посмотрим что тут имеется Ubuntu 19 мента нету ну скорее всего вот или 1804 или 1910 ну давайте посмотрим заработает он на 1910 или нет если нет то мы тогда поставим Ubuntu 18 вот пошло скачивание процесс скачивания вот очень легко виден вот здесь хотя можно вот посмотреть по линейке скажем так по линейке прогресса вот сейчас значит мы попробуем вставить для Ubuntu вот этой для 19 но если не пойдет тогда поставим для предыдущей версии то есть тогда поставим для 18 и так значит значит идем в папочку загрузок показать в папке нажмем на виртуальную коробочку и посмотрим что тут у нас какие сообщения пишут а пишут что не ставится ну если не ставится значит мы его просто-напросто вот так вот удалим это тоже удалим и попробуем давайте для Ubuntu 18 скачать может быть здесь проскочит вот почему хочу поставить программу virtualbox потому что чтобы сразу было видно как программа system bug работает мы проверим образы которые она создает и как одновременно работает программа virtualbox здесь пока можем для system bug сразу зарядить создание живого скажем так образа системы вот создание изообраза и вот здесь нажимаем создать изообраз вот пусть он тут пока его себе создает а здесь вот уже закончилось скачивание виртуальной коробочки для Ubuntu 18 давайте здесь попробуем может что получится а ну здесь есть варианты значит дополнительные пакеты надо поставить но по крайней мере вот не красная надпись установить продолжить просит пароль да ради бога пусть себе ставят но мега я пока отключу потому что не хочет да ладно вот идет установка виртуальной коробочки и значит одновременно идет создание изообраза то есть вот практически для пользователей вот это вот основные скажем так две программы это system bug и конки менеджер значит они наиболее скажем трудны установки и настройки вот а мы сейчас все это дело сделаем посмотрим а я пока сейчас прервусь итак установка виртуальной коробочки завершена закрываем окошечко идем вот сюда давайте поищем где тут она у нас прячется вот она запускаем закрепляем ну что значит вот здесь вот файл настройки идем в плагины и добавим расширение значит они у нас в загрузках вот он расширение для виртуальной коробочки установить пролистаем вниз соглашаемся заводим пароль и устанавливаем необходимый как говорится плагин все вот он установлен теперь можно будет создать значит заготовку ну допустим назовем ее тест операционную систему выберем линукс оракл да можем оракл какая нам разница можем обунту здесь значит я где-то делаю так вот не доходя до конца соглашаюсь совсем соглашаюсь соглашаюсь вот практически у меня все это дело скажем так необходимые преднастройки значит вот они созданы вот вот пожалуйста затем в настройках мы только подключим необходимый носитель пока вот местечко для него пусто в системе тут нормально все так дисплей вот дисплей сделаем вот так да пожалуйста да нормально да все по старому ладно теперь значит идем систем баг и создаем образ значит вот текущей операционной системы но уже вот с теми программами которые мы установили то есть включая конки менеджер включая систем баг их потом можно будет на флешку записать и так далее вот вот system create создание живой из-за системы из-за образа вот пошло создание из-за образа а виртуальная коробочка ну пока дожидается скажем так своего времени времени что еще можем сделать пока время идет настроить добавить кое-какие оплеты посмотрим что у нас значит здесь есть вот вот обычно я ставлю обзор рабочих областей вот эти три точки на них вот так вот нажимаете сразу видно четыре экрана нажимаете по этому экрану и все видно здесь можете по мере выполнения программ допустим вот сюда поместить одну программу сюда поместить другую не знаю ну куда что хотите короче вот очень такой удобный аплетик здесь обычно значит требует обновления да ради бога согласен отсюда обычно я ставлю аплет погода вот погода нажимаете вот на эту стрелочку переходите сюда вот погода плюсик вот она появилась значит практически два аплета которые я ставлю левой кнопкой настройки вот здесь нужно быть повнимательнее давайте-ка посмотрим тут что-то уже поменялось метровое обновление длительность делаем я обычно делаю пять дней цельсий километров в час здесь я ставлю миллиметр артутного столба температуру ветрено ясно я обычно убираю мне это не нужно время расхода ну пусть пока останется значки значки так ручное местоположение ну ну давайте попробуем вот тут пишет город код страны или почтовый адрес и так далее ну давайте вот здесь я сейчас заведу просто-напросто Ливерпуль ливерпуль там их несколько поэтому я так запятую делаю и пишу jb great britain а вы а вы значит можете там указать свой город запятая ру или рус ну посмотрите там что у вас будет а я так вот нажму на значок погоды вот написано по-русски уже ливерпуль great britain какая погода ближайший прогноз там на пять дней меня это вполне устраивает вот значит вот так настраивается значок значит погоды а время значит тоже значит вот здесь вот находятся все настройки настройка даты и времени переходите сюда вот значит и там уже ищите свою временную зону и так далее свой город и настраиваете как говорится как вам душа пожелает то есть настройки здесь они скажем так простые ясные понятные чем мне нравится рабочий стол санамон тем что у него вот параметры системы но очень удачно выбраны значит вот расположение значков настроек и прочего то есть все сгруппировано и именно самое необходимое вот теперь предпочитаемое приложение вот у меня уже стоит google chrome броузер предпочитаемое приложение а перед этим стояла Mozilla файл менеджер мой любимый стоит значит то есть вот здесь можете повыбирать поползать там посмотреть вот очень такая хорошая штука и здесь именно вот самое необходимое и самое ну скажем так полезное вот так что я вам могу так сказать что я значит сравнивал рабочие столы и x-phase и мэйд и гном да какие только я их не сравнивал вот лично для меня самым удобным в работе рабочим столом является цинамон а еще я его очень люблю за то что у него очень легко с него удаляется любые программы только навели только кликнули там правой кнопкой мышки удалить и он их удаляет настолько хорошо и корректно что ну просто прелесть а теперь значит пока тут опять таки идет суть до дела давайте-ка глянем вот еще одну программку сейчас я ее пока поищу сейчас я ее пока поищу сейчас я ее пока поищу так было у меня на так на кроке и по-моему на меги ну давайте посмотрим на меги линукс программы так так вот не знаю будет ли убунту клинер здесь работать или нет ну давайте-ка мы его скачаем а вот стейсер тут версия 1.09 а давайте-ка мы поищем а давайте-ка поищем стейсер новой версии есть или нет здесь и и и и и ну вот надежный источник это Search Forge допринимаю принимаю и загружаю очень хороший сайт на нем куча всяких там призняшек и программ вот уже скачивается а здесь вот сообщение что вот не любит он дебеновские файлики мы сейчас с этим делом разберемся и все равно напишем сохранить все равно потому что дебеновские файлики они вирусов не содержат это я скачал два пылесосика и вот этот трейсер похоже да да версия уже поновее ну ладно давайте перейдем показать папки так пока не закончилось создание изообразов мы это дело подождем а здесь пока все что-то мы скачали поубираем ввиду ненужности здесь там тоже поприкрываем а еще значит вот здесь я скачаю отсюда вот привет и пока на русском языке потом покажу как я их ставлю вот обычная загрузка и обычная загрузка вот пусть они сюда скачиваются посмотрим куда они все скачались в какую папочку папочку загрузок ну все нормально значит создание закончилось изообраза образ занял 2 гигабайта а первоначальный был 1.7 но это ясно что мы программ много поставили вот а теперь давайте займемся нашими делами скажем так виртуальной коробочкой и тому подобное значит что будем делать вот носитель пусто идем сюда выбрать файл диска и пошли наверх вот систем баг открыть ну и нажимаем на окей и запускаем и смотрим что у нас тут получилось то есть ну появляется менюшка 7 секунд ждать ну подождем ничего страшного запускаем запускается запускается мент ну и здесь тоже подождем немного тут просит пароль ну заведем единичку созданное образы программы систем баг они естественно грузится не так быстро как официальные образы которые содержат и меньше программ и прочего но тем не менее вот пожалуйста видите все это дело загрузилось и как видите и виртуальная коробочка стоит и систем баг и сейчас немножко нужно будет подождать еще должен будет появиться конки менеджер давайте-ка посмотрим я еще компьютер не перезапускал но тем не менее иконки менеджер здесь работает то есть видите практически все нормально все работает вид ну вот можно еще посмотреть насчет вида режим масштабиранного экрана ну где-то вот так вот все это дело выглядит самое главное значит то что программа систем баг работает создает хорошие рабочие копии которые вы можете закинуть допустим там на облако если не заводили там своих паролей то поделиться своими образами с друзьями и знакомыми они их могут записать на флешку и установить себе то есть вот таким вот образом делаются основные настройки скажем так на значит linux.ment cinamon 19.3 значит если вам нужны какие-то дополнительные программы то вот пожалуйста посмотрите я специально не вставлял сюда ни программу для проигрывания значит видео там здесь она встроенная есть одну только программку записал simple screen recorder хотя обычно там я наворачиваю ставлю там и OBS студия и программу для редактирования видеороликов вот это можете уже как говорится посмотреть потому что там 90-95% пользователей да им и не нужны эти программы для записи видео с экрана для редактирования видеороликов и так далее а здесь вот скажем так самые ходовые программы для пользователей то есть там побродить по интернету там что-то там положить что-то там на облако ну самые такие обычные рядовые нормальные программы надо вам дропбокс идете ставите дропбокс отсюда мегасинг а уже стоит ну что еще программа для общения тоже пожалуйста скайп можете отсюда поставить насколько мне помнится давайте посмотрим давайте посмотрим скайп есть здесь или нет вот пожалуйста можете поставить себе скайп затем не уверен я ну давайте посмотрим вот ватсап даже ватсап появился здесь тоже очень хорошенькая такая программа я ее пользуюсь вместо скайпа скайп скайп уже у меня как говорится надоел до немаги неудобно ватсап на мобильничке легко синхронизируется значит с мобильничком программа вот и здесь практически то же самое есть еще одна программка маленькая облачка на дропбокс там где-то на 2 гигабайта они дают ну по сравнению с мега который дает 50 гигабайт тут как говорится земля и небо вот ватсап очень удобное приложение очень такое секретное ну мне оно скажем так ну очень нравится выглядит все это дело вот так идете в интернет вот ватсап появляется такая вот картиночка вы у себя на мобильнике включаете ватсап в правом здесь на мобильнике в верхнем углу тут такие там тучки стоят нажимаете ищите ватсап он веб нажимаете там на выход из всех приложений если что появляется сканер сканер у вас наводите вот на эту картинку он у вас ее зацепляет и у вас уже на вашем рабочем столе появляется как говорится синхронизация с вашим мобильным телефоном на который установлена программа ватсап то же самое значит есть еще и вот здесь покажу значит вот если вы пойдете на главную вот интернет магазин да поиск по магазину вот набираете здесь набираете мессенджес и ищите что-то я не вижу значка который у меня на мобильном телефончике стоит вот насколько мне помнится да вот для андроид телефончиков месседжес фуэб точно с такой же картинкой инсталляции вот установить тоже значит очень такая хорошая штучка когда на ней там вы нажимаете то у вас появится точно такая же картинка как на ватсапе также в месседжесах справа сверху наберете на месседжес фуэб наведете на эту картинку у вас мгновенно значит произойдет синхронизация всех ваших сообщений на вашем мобильном телефоне значит с вашим значит рабочим столом с вашим настольным компьютером то есть синхронизация здесь работает очень и очень даже скажем так хорошо то есть программы общения здесь вполне чем достаточно и скайп и месседжи и ватсап ну я думаю что тут за глаза и за уши должно пользователям хватить вот все остальное все остальные программы значит ищите там по сети значит если поискать там что там вам нравится потому что офис здесь представлен очень прилично значит пару слов об офисе вот посмотрите допустим любри офис ну допустим райта это аналог винворда текстовый процессор вот практически здесь все то же самое можете печатать там и так далее вот поглядите допустим я что-нибудь там напечатал да теперь вот нажимаю сохранить где ну например то на рабочем столе а вот теперь посмотрите видите написано синхронизация все форматы первое открываете менюшку и побежали первое значит можете сохранить в формате значит Microsoft Office старый вернее вот старый док новый док x можете сохранить в своем собственном формате ODT с текстом и так далее если сохраните в формате значит старом вордовском формате вот еще раз там переспросит да вот такой-то вот формат сохранили скопировали на флешку пошли на другом компьютере работаете в Microsoft Word у вас практически этот документ будет полностью поддерживаться и WinWord то есть здесь документы значит электронной таблицы там текстовые документы и так далее они полностью поддерживаются LibreOffice но LibreOffice он бесплатен вот такие как говорится с котятами вот так что значит я вот вам могу вот этот нюансик также рекомендовать поэтому синхронизация с продуктами Windows здесь очень хорошая практически я пользуюсь программами для записи и редактирования видео значит что на WinD что на Linux одними и теми же вот для редактирования текстовых файлов там или электронной таблицы я использую что на WinD что на Linux LibreOffice Cherry3 я использую также что на WinD что на Linux естественно брозер я использую что на Linux тот же самый виртуальную коробочку ту же самую но у Linux есть вот одна такая приятность во первых вот идете менеджер обновлений правка параметры вот здесь посмотрите пишет обновлять первый раз обновить список там пакетов через каждые 10 минут ну и кому это надо а вот допустим там ну раз в неделю там или раз там в две недели ну это еще куда не шло вот этого достаточно дальше закрыть менеджер установок обновлений после и показывать если появляются какие-то там ошибки или так далее вот читайте сообщение внимательно установил обновление он сам закрылся и исчез из лотка и не мозолит вам глаза все видите он исчез если он исчез значит нужды в нем у вас нет все из глаз долой а то раньше как бельмо на глазу все время висел пользователи каждый раз по нему кликало кликали обновлялись каждые 10 минут какие-то там ошибки еще что-то мой вам совет вот если вы установили линукс настроили его под себя сделали программу систембак хорошую резервную копию проверили ее записали на флешку с флешки опять взяли и установили и у вас все работает и вам этого хватит там на 3-5 лет нормальной жизни и не надо гнаться за самыми последними новыми версиями за самыми там ультра 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 объясню почему и по опыту что каждое обновление всегда может привести к каким-то там сбоям каждая новая версия ее приходится настраивать оттягивать но вам это надо вот вы взяли сейчас версию 19.3 если вы ее себе установили если вы настроили ее под себя если вы сделали при помощи этой программы значит бэкап себе хороший программа SystemBug можно еще там парочка программ хорошая программа из TimeShift но она изообразов не делает я вот за что люблю SystemBug то что он делает хорошие бэкапные копии как в формате изо так и в своем собственном формате вот то есть у вас уже надежность системы повышается там в десятки или в сотни раз то есть у вас уже система вы не боитесь что что-то случится у вас допустим она записана на флешка полетел звездский диск ставили флешку стартовали с нее за 3-5 минут полностью как говорится все это дело восстановили и работаете дальше вот вот чем все это дело хорошо поэтому значит вот я вот могу вам все это дело рекомендовать и вы видите что установка и настройка самого по себе Linux Mint она не сложная вот просто посмотрите повнимательнее там вот этот видеоурок там как я что вставил как настраивал я уже ну 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 давайте вот еще одну фишку которую я люблю покажу ну ну вот эта фишка ставится сразу из менеджера приложений программ вот вот тоже очень такая приятная штучка она очень разнообразит рабочий стол чтобы не казалось все унылым серым и однообразным тоже значит вот могу вам ее порекомендовать вот посмотрите как оно работает первый раз когда запускаете вот нажимаете продолжить продолжить вот я буду участвовать анонимно не хочу нигде светиться тут пять минут стоит можете себе поставить вот чтобы вам было понятнее вот одну минуту тут можете поставить значит последний избранный вот это я люблю иногда бывают хорошие картинки а нас вот это обратная сторона луны да мне как-то она не нравится ну вот допустим где-то так вот и скажем так закрыли приложение и оно сейчас начинает вот видите само уже автоматически работать и появляются очень такие чудесные обои всегда значит можно на следующие перескочить вот если вам какая-то там обоинка сильно понравилось можно пойти сюда вот копировать в избранное и даже там если что-то там произошло там следующего допустим здесь да а вы можете пойти вот в избранное вот параметры вот избранное и вот пожалуйста можете восстановить эту картинку а можете назначить ее снова фоном рабочего стола вот то есть такая вот приятная полезняшка ну я скажите ее люблю вот и плюс полюбившиеся допустим вот допустим нравится мне это в избранное все и потом если что я всегда ее смогу выдернуть там посмотреть там установить на какое-то время которое мне нравится хорошая такая программулина значит вот тоже могу вам ее рекомендовать вот ну ладно основные программы значит которые я хотел вам показать как их ставить это вот конки менеджер систембак вот значит вот у вас значит теперь все это дело имеется наглядно все остальное значит достигается по мере значит опыта ну скажу так что линукс штука увлекательная и привлекательная поэтому могу рекомендовать многим еще один маленький нюанс за все время работы на линуксах я ни разу не ставил ни одной антивирусной программы в этом плане линукс весьма вирусоустойчив вот и никогда у меня никаких проблем с вирусами вообще на линуксах не было вот таким вот образом ну ладно на этом я с вами прощаюсь желаю вам всего самого самого доброго и до новых встреч вот еще одна отличительная особенность при установке сфлешки программа G-Party менеджер управления разделами жесткого диска она практически установлена в официальный образ но при записи официального образа на жесткий диск она куда-то таинственным образом исчезает и вот каждый раз приходится ее переустанавливать вернее устанавливать по новой потому что она просто-напросто исчезает вот такая вот интересная штука а здесь вот пожалуйста можно значит вот посмотреть сколько сейчас на корневом разделе сколько там свободно еще три раза постольку то вот все нормально так сказать ясно внятно понятно взяли закрепили вот сюда ее я обычно ставлю ее вот здесь рядышком и закрыли вот значит частенько возникает необходимость переустановки загрузчика загрузчика там если у вас несколько операционных систем и так далее ну я обычно поступаю вот так вот у меня вишенки есть значит вот установка программы первый идет загрузчик вот значит у меня основной диск SDA поэтому я вот так вот нажимаю просит пароль да пожалуйста и пароль поставим ну и просит обновить загрузчик обновляем все поставили вот если у вас там несколько операционных систем он там и винду подцепит и другие операционные системы ну и еще значит вот два пылесосика я вам не показал сейчас покажу первый значит Ubuntu Cleaner значит ну программы чистильщики я их называю пылесосиками образно ну скажем так кому как нравится здесь особой разницы нет все равно смысл понятно что эти программы для очистки скажем так жесткого диска одна вот от Ubuntu значит хорошая программа и вторая программа Stacer пишет Application Image да ладно бог с ним давайте я вам покажу как работает Ubuntu по крайней мере Cleaner вот она тоже можно закрепить ее на нижней линейке на планке вот галочка отметили здесь отметили здесь и отметили здесь и весь мусор который программа посчитает ненужным она значит вам предложит его удалить вот набираете вот так вот отмечаете галочками все самое необходимое затем значит нажимаете на очистить заводите пароль и у вас она начинает как говорится все грехи очищать программы рекомендую пользоваться там ну там раз в несколько недель то есть если у вас все настроено отлажено почищено и так далее ну раз там в две три недели значит используйте эту программу хорошая нормальная программа вот пишет круто ваша система чистая все получили это сообщение как говорится но и живите спокойствие спокойно ну что ну ну вот еще один вам настройка звука приложение настройки вот звуки смотрите сюда вот я два этих файлика копирую они у меня в кладовочке на меге лежат в папочке привет пока или приветствия я уж не помню вот смотрите это вот официальный я так называю свинячий звук Linux Mint а вот теперь давайте посмотрим где это находится USR SH Mint ArtVoc поехали USR SH поищем Mint ArtVoc вот здесь я нажимаю правой кнопкой мышки открыть как root завожу единичку Mint ArtVoc что там sounds вот звуки и вот сюда я копирую два файлика которые мы вставили теперь слушаем слушаем я специально сейчас вот так вот выйду так еще раз выйдем sounds вот login.ru открыть и выхожу цинамон логаутру и вот теперь при запуске значит у вас компьютера вы будете слышать вот такую приятную мелодию при входе гораздо более приятно для уха при выходе вполне приятные и понятные русские как говорится слова так что вот тоже могу вам это дело значит порекомендовать а скачать значит я вам в процессе значит видеоролика я вам показывал как это дело делается возьмете скачаете поставите и будет вот у вас такая приятная мелодия ну эту сборочку я сделаю в нее уже естественно будет включена эта мелодия и все программы которые я посчитал необходимым установить на свою сборку и значит под роликом значит я укажу место откуда можно будет мою сборочку значит скачать попробовать опробировать напишите мне там у кого что получается у кого что не получается вот ну запомните мои сборки так для ознакомления а самое главное я вам показываю принципы чтобы вы исходя из моего обучающего видеоролика вы могли понять что вы сами сможете сами все это дело сделать посмотрел как допустим я делаю делай так же в большинстве случаев у вас все получится ничего тут супер секретного и супер сложного нет ну ладно вот вам мои как говорится маленькие секреты желаю вам всего самого лучшего всего самого доброго и до новых встреч до новых